Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, Виктория. Я вышла замуж недавно, родная старомужная, которая 23 года, незамужная и детей не имеющая пока. Возненавидела меня, что я сняла у нее брат. Брату, мужу моему, 30 лет. Они были близки, а тут появилась я и различила их. Как вести себя в этой ситуации? Она свечка показывает свою неприязнь ко мне, а он не хочет не терять ни ее, ни меня. Я не знаю, как себя вести, но не хочу, чтобы он перешел на ее сторону. Она начала про меня пакости ему говорить. Виктория, ну здесь два, пожалуй, таких основных момента, на которые мне, пожалуй, хотелось бы обратить ваше внимание. Два момента есть. Первый момент, это такой, что вы, собственно говоря, оперируете сами такими терминами, как сторона, да? То есть, сами как бы вступаете в борьбу, получается. Вот. И вряд ли вам это как-то вот в данном случае может пойти на пользу, потому что если вы сами воспринимаете то, что происходит, как борьбу, то, соответственно, вы воспринимаете это всерьез. Если вы это воспринимаете всерьез, то получается, что в какой-то степени сестра мужа права, говоря о том, что вы там действительно что-то сделали. Это первое. То есть, вы здесь сами же оперируете с той терминологией, которую выбрала сестра. При том, что я не знаю, старше вы сестры мужа или нет, но очевидно, что вам нужно быть выше этого. Очевидно, что вам нужно быть поувереннее в себе, а вот вы в себе, как раз таки, не уверены, вот, боитесь, что муж перейдет на ее сторону, и, соответственно, что-то там произойдет, вот. Но здесь, в первую очередь, вам бы поработать со своей тревогой и, вот, с уверенностью в себе. Это первое. А, второе. А, мне показалось, что вы говорите, вот, в какой-то степени про чувство вины. Мне так показалось, что, как будто вы чувствуете себя виноваты за то, что произошло перед сестрой, вот, и, соответственно, как бы вы принимаете на себя ответственность за то, что произошло с сестрой, вот. То есть, вы принимаете на себя, как бы, ответственность за то, что, вот, как бы, вы разлучили, значит, брата и сестры, вот. То есть, вам, мне кажется, нужно в данном, конкретном случае, как-то вот, заметить, что, если еще ваш муж, ее брат, который как-то вот, вероятно, сам принимал, ну, принимал решение, решение, который, вероятно, как-то сам решал и выбирал быть, ну, вот, быть с вами, да, например. И, я не знаю, я уже не знаю, замечаете вы или нет данный аспект, но это выбор, брат, быть с вами, быть с вами. Я думаю, тот факт, что ваш муж не хочет терять ни сестру, ни вас, на мой взгляд, является проявлением его такой вот неуверенности в себе, к сожалению, то есть это неуверенность в себе вашего мужа, вот, и в какой-то степени его страх перед ответственностью, то есть человек в данном конкретном случае боится брать ответственность на себя, вот. за свои действия, за свой выбор, за свои решения, вот. Поэтому в данном случае мне видится ситуация такой, что проблема, проблема это его, а не ваши, и решать эту проблему, на мой взгляд, нужно ему, а не вам. Вот. То есть эта проблематика, вот, исключительно его, то, что он ведется на манипуляции сестры, например, своей. И у него, и у вас есть проблемы с личными границами, потому что сестра манипулирует вами, манипулирует им, в смысле вашим мужем. Вот. И происходит это потому, что есть трудности с личными границами, и у вас, и у него. С этим, соответственно, нужно работать отдельно. Разбираться с этой самой ответственностью, да, разбираться с тем, кто за что отвечает, вот, как отвечает, ну и так далее. Вариантов, вариантов, вариантов здесь довольно-таки, довольно-таки может быть много, много. Вот. Ах, ну, как мне кажется, как мне видится. Следующим аспектом хотелось бы затронуть момент ваших отношений с мужем. Вот. Потому что, если у вас с мужем отношения, мягко говоря, не отличаются доверием, или недостаточно глубокие, например, или вы, там, по какой-то причине, решили поспешить, ну, выйти, выйти в эмис, да, пожениться в эту семью. Ну, вот, при этом во многом ваши отношения остались еще на уровне формальных или на уровне, допустим, романтических. Чрезмерно. Чрезмерно. Вот. То это тоже может быть весьма серьезной трудностью. Вот. Поэтому, как-то вот вам, на мой взгляд, имеет смысл. Я хочу обратить внимание на уверенность свою в себе, в первую очередь, во вторую очередь, во вторую очередь, необходимо работать над улучшением, углублением взаимодействия с мужем. Вот. Чтобы подобных ситуаций у вас не было. А, как себя вести? Спрашиваете. Вы, на мой взгляд, исходя из ваших ценностей, себя вести? Здесь вариантов особо нет больше. Вот. Вот. То есть. То есть. Именно вот. Как-то, если мы говорим про то, какого поведения вам придерживаться, то поведение, поведение, это поведение, покоя, которое отражает ваши приоритеты, вот, и так далее. Но, если вы, если вы в себе не уверены, например, что, конечно, сложно будет вам как-то реагировать, вот. Почему, собственно, я и, эээ, говорю о том, что, эээ, с уверенностью в себе вам так вот необходимо работать, потому что, эээ, и уверенность в купе с, эээ, личными, эээ, границами, ээээ, хорошо, достаточно, ээээ, помогает отстаивать свое позицию. А, плюс, к этому, эээ, навыки, эээ, так скажем, эээ, бесконфликтного общения с эээ, людьми, вам также помогут, это ясообщение, это юмор, вот. И, в целом, эээ, как бы, вот, через, эээ, взаимодействие, эээ, с вашим мужем, да, ээээ, рассмотрение этой ситуации с сестрой, как, эээ, вот, определенные, ээээ, проблемы его, то есть, ну, его проблемы, ээээ, именно, вот, такой, ээээ, не совсем здоровый, ээээ, может быть, даже завис, ээээ, может быть, даже завис, ээээ, ну, может быть, даже завис, ээээ, в данном случае, можно говорить. Вот, но, ээээ, относиться, к этому, вам, нужно, ээээ, бережно, и деликатно, потому что, если вы, эээээ, как-то, вот, сразу, скажете, своему мужу, что, ты знаешь, ты завидел, там, ну, от, ээээ, сестры, допустим, да, и что у тебя с ней, там, нездоровые отношения, то, ээээ, по-моему же, вы можете, ээээ, достаточно, легко, в общем-то, потерять, эээ, вот, таким образом. Поэтому, тут нужно, ээээ, ну, максимально, эээээ, корректно, к этому вопросу подходить. Вот, не торопиться, вот, просто развивать доверительные отношения. Ээээ, как развивать, кстати, вот, тоже весьма хороший момент. На мой взгляд, эээээ, в первую очередь, ваш, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ выслежаем и снимаем в страну. У вас остался, я надеюсь, свой путь, вот, которым вы идете по своей жизни, вот и соответственно вам нужно по этому пути следовать. Что очень важно и придаст вам уверенности. Следующий момент, на который хотел бы обратить ваше внимание, это готовность отпустить вашего мужа. То есть как бы искренность, взаимодействие с ним, вот, признание ему в своих чувствах относительно того, что, ну, например, что вы его любите, что вы не хотите его терять, но если он решит уйти, то там, как бы, вы его не будете удерживать и так далее, вот. То есть как-то вот, ну, расставить опять же, вот, в данном случае свои границы, вот. И, в целом, я бы порекомендовал вам некоторый такой личностный рост, потому что, ну, вот, в данном случае сражаться на одном поле с, ну, вот, с его сестрой. Вот. Идея, ну, совершенно деструктивная и тупиковая, вот. Поэтому необходимо на этот момент обратить тоже внимание, чтобы вы взаимодействовали с его сестрой, не ее, как бы, оружием, да, не ее способами. А, чтобы вы взаимодействовали с сестрой, тем способом, например, который, ну, вот, более актуален, ну, более актуален именно для вас. Вот. Это куда более конструктивнее и куда более легкое для вас, в принципе, и в целом задача будет. Вот. Естественно, при условии, если вы на самом деле этого хотите, ну, то есть если вы хотите научиться, да, хотите научиться себя, слышать и так далее. Вот. Потому что, ну, не до конца в данном случае понятно, чего вы хотите и хотите ли вы вообще. Вот. Соответственно, вам не помещало бы в данном случае формулировать проблему. То есть, понимаете, если вы хотите помочь, это одно дело, если вы хотите разобраться в себе и с основаниями, допустим, для своих страхов, это другое дело. Если вы хотите гармонизировать отношение с мужем, это, соответственно, следующее. Ну, следующее, осторожно. Вот. Если тут всё путать и мешать в одну кучу, на мой взгляд, идея не лучше. Вот. Поэтому сформулируйте проблему и... После того, как я сформулируйте уже, соответственно, можно будет смотреть на возможные пути решения. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Всего вам самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Продолжение следует...